Продолжение следует... 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 государством с сирийским правительством и россия может занимать ту или иную позицию в зависимости от того как она видит развитие ситуации в этой стране как я сейчас вижу из всех заявлений официальных лиц от президента от министра иностранных дел исходящих я вижу одно что россия совершенно иначе смотрит на происхождение этого кризиса на ход его развития и на оценку тех действующих сил которые воюют между собой на сирийской территории подходы диаметрально противоположные поэтому я хотел бы обратить внимание на то что сказал кофе анан в своем прощальном послании совету безопасности он он обратился к своим к оон к руководству он к совету безопасности с заключением что он видит решение сирийской проблемы в договоренности между россией и американской то есть если америка и россия не найдут общий язык решение сирийского конфликта политического быть не может я думаю что это говорит не министр иностранных дел это говорит лояльный американцам лояльный оон лояльный процессу мирного регулирования кофе анан говорить о том что какую позицию занимает россия твердую или мягкую россия занимает принципиальную позицию и вот приверженность твердая приверженность принципам я думаю это и отличает российскую позицию я не буду повторять слова лаврова который неоднократно говорил о приверженности россии уставу организации объединенных наций запрещающим и категорически вмешательство не только военное но и политическое дипломатическое информационное во внутренние дела государства независимых а мы слышим сегодня из вашингтона слова такого рода президент сирии должен уйти в отставке кому он должен соединенным штатам америки европе или он должен сирийскому народу говорить о том что сирийский народ выступил и свергает свое правительство это фальсифицированная реалия и по этой причине россия настойчиво ставит вопрос уйти от недостоверных источников дающих информацию о реальном происхождении происходящем сирии и сделать объективный орган который бы информировал совет безопасности о реальном положении таким реальным органом была миссия кофе она на это было миссии лиги арабских государств наблюдателей наблюдатели организации объединенных наций кто поставил вопрос о завершении этой миссии говорят это решение совета безопасности о прекращении международных наблюдателей я хотел бы посмотреть номер этого решения совета безопасности такого решения не существует в природе но все средства массовой информации в мире говорят о решении совета безопасности о прекращении миссии наблюдателей почему потому что миссия наблюдателя она и давала объективную относительно картину происходящего она не устраивает тех кто ставит задачу не политического урегулирования А задача свержения правительства, свержения Башара Асада. Я думаю, что Россия не привержена ни Башару Асаду, ни режиму сирийскому, но когда идет грубейшее попрание норм международного права под предлогом, что с 1991 года мир стал однополярным и что теперь нам нет резона обращаться к международному праву, к договорам, к уставу ООН, теперь одна сила диктует. Я думаю, что это ошибочная точка зрения. И потом, Арабская весна. Посмотрите, это конкретное начало протестов в марте 2011 года. Это было в самом начале зарождения демократических движений на Ближнем Востоке. То есть здесь три основных причины, мне кажется. Первая, это тяжелое наследие колониализма. Второе, это десятилетия жестокого режима в самой Сирии, который поддерживал и Советский Союз, и другие страны. И третья причина, это Арабская весна, которая положила начало протестам в регионе, и люди требовали покончить с жестокими диктаторами. И вы видите, после пятничных молитв, люди выходили из мечети и шли на демонстрацию, а военные режимы Алясада нападали на людей. И при этом не было в марте 2011 года, не было ни вооруженной оппозиции, которая вышла бы на улицы, не было ни конфликта вооруженного, ничего. Это просто люди вышли на мирную демонстрацию. А сейчас у нас уже ситуация куда сложнее. Это гражданская война, это не Египет, это не Ливия. Это ситуация куда похуже. Мы об этом не говорим. Мы не говорим о военном вмешательстве. Как я сказал, даже президент США не говорил о военном вмешательстве как положительном варианте. Он сказал только, что если будет применено химическое оружие, нам придется переосмыслить нашу позицию. Я думаю, мы с этим все согласны. Кэтрин Эштон, например, представитель внешнеполитического ведомства США и другие, четко исключили возможность военного вмешательства со стороны европейских стран, например, за последние дни. Когда мы слышим сегодня тезис, я говорю, что тезис исходящий прежде всего из Вашингтона. Все остальные голоса, это как бы и является следствием тех заявлений, которые произносит Вашингтон. Как говорится, все дружно выстраиваются в одну колонну. Заявление такого рода, что надо помогать вооружениям сирийской оппозиции, это в то время, когда идут политические демонстрации, кризис не перерос еще в стадию вооруженных столкновений, мы слышим о необходимости поставок вооружения. И Соединенные Штаты Америки в этом отношении представляют собой авангард. Они говорят о том, что вооружение будет поставляться через другие страны. Мы, чистые и пушистые, мы ничего не поставляем, в то время как вооружение идет полным ходом оппозиционных групп. Через ряд арабских стран Персидского залива, причем идет это также через группировки, которые не связаны с Сирийским национальным советом. Исламские экстремистские группировки, очень много элементов Каиды. Приезжают люди из Афганистана, из Ливии, Бельхадж, один из военных руководителей. Каиды, сидевший в тюрьме американской, ливийской, сейчас один из лидеров ливийских оппозиционных кругов. Сегодня он воюет, и его люди воюют в Сирии. По официальным источникам Сирии, около 6 тысяч человек из Каиды, даже не официально, это французская печать приводит цифру, 6 тысяч элементов из Каиды находятся сегодня на территории Сирии. Так возникает вопрос, с кем ведет войну сегодня сирийское правительство? Оно ведет войну с политической оппозицией, с народом Сирии? Или это война с теми людьми, которые десятки тысяч сегодня проникают на территорию Сирии через Ливан? Пароходы, ливанское правительство захватило пароход, напичканный оружием для повстанцев. Вопрос, в то время как идут переговоры в Женеве, когда Россия предлагает прекратить военные столкновения, когда предлагает обеим сторонам сирийского конфликта и максимальное воздействие оказывают на сирийское правительство, с тем, чтобы сирийское правительство не использовало военную силу против политических оппонентов. В это время под эгидой политических оппонентов идет массированная поставка туда боевиков, наемников, в том числе из числа исламских экстремистов. Возникает вопрос, что хочет Запад, в том числе Европа? Что хочет Европа? Она хочет любой ценой свергнуть режим Ибашара Асада или любой ценой добиться политического регулирования? Если любой ценой добиться политического регулирования, Европа, Америка найдет Россию рядом, я уверен. Но если они любой ценой хотят свергнуть режим, цена может быть очень дорогой. Сирийская армия сегодня 300 тысяч человек. И несмотря на все разговоры о межконфессиональных противоречиях с унитой соловитами, если бы там была только оловитская группа, которая защищала свои интересы, своей общины, этот конфликт был закончился год назад. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...